Лежите-то всё. Какие же это мужики-то пошли хлюпкие. День, солнце светит, лежат целыми днями, едят, допьют. Да при том голые. Плохо слышно. Подведите к микрофону. На работу, говорю, сейчас пойду. Я работаю, учусь, так что... А зачем раздевать это? Зачем? Перед аппаратом-то. Ну ясно, что не для этого. Для блуда. Показать, какой я сильный. Могу двух женщин обеспечить. Тут же всё крещащее. Процентов 80 мусульмане. А эти-то зачем пришли? Самая блудливая семья. Ничего не признаешь. Надо Бога верить. Бога. Вот смотрите. Вот Господь дал нам вот это чудо. Чтобы мы верили. Исполняли святые заповеди Божьи. Я прожил на службы, все дела. Кого не начнёшь, так и говорить, показывать, прочитать что-то. А мне некогда, я спешу. А сам сидит, как на вахте, ждёт, когда какая-то бабёнка вонючая появится. Срам один. Мужики-то какие. У меня нормальная жена, зря вот так. Какая нормальная, Содом и Гаморра. Нет, вы не правы. Ну, тут половина мужиков голые валяются. Нормально. Я одетый. Ну, вы одетые. А другие-то не одетые, даже одетые. И, как правило, все лежат. То есть он уже приглашает своим отношениям. Сплошь лежат, почти 100%. Лежат. Это блуд в башке гуляет. Непрерывно. Молитвы нету, не сотворят. Вот я показываю Библию, хочу что-то прочитать, не надо. Сразу раз, отключаются. От Бога ты не уйдёшь, умирать будешь. Я её прочитал уже всю, несколько раз. Несколько раз. Ну, давай проверим. Несколько раз. Скажите, сколько книг в Новом Завете? В Новом Завете? Ну, конечно, не в капитале Карла Маркса. Но есть Новый Завет, есть ветхий Завет. Я и спрашиваю, сколько книг в Новом Завете? Вопрос чёткий. Сколько книг? Две. Две книги, да? Да. Вы ошиблись немного. 27. Дальше. Сколько в Ветхом Завете книг? Чё-то я не знаю. Не знаете. Вы вот должны ответить. С неканоническими 50, без неканонических 39. А я читал много раз. Сколько Евангелий? Четыре. Марк? Нет, по порядку. Как они там написаны в таком порядке, назовите. От Матфея. Так. Потом идёт от Марка. Ну. Потом от Иоанна. Ну вот видишь, уже не знаете. Не знаю. А где же четвёртая? От Иоанна четвёртая идёт, правильно? Да, четвёртая, правильно. А вы третья-то выронили. Выронили. Несколько раз считали. Если бы вы несколько раз считали, вы бы свободно назвали. А то две книги, а там 27. Но ошибка-то больше, чем в 10 раз. А вы знаете 50-й псалом наизусть? Ещё бы. Ещё бы. Суде Твоём. Возврати меня радость спасения Твоего и Духа. Владыше, с ним утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим. И несчастливых к тебе обратятся. Избави меня от кровей Божи. Боже, спасение моего. Язык мой восхвалит правду Твою. Ну. Правильно? Нет? Не, мой ответ зашу с дамой. Язык от хвалу Твоего. Якаще Богу схватился жертвы. Дал бы Богу все сожжения благоволейшие. Жертву Бога Духа сокрушен. Если сокрушен, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господь, благоволение Твоим Сиона. И досадиваются стены Иерусалимские. Тогда благоволись жертву правду зножей все сожигаемые. Тогда возлажат на Алтай Твою пельцов. А что означают стены? Какие стены? О чем он молился? Стены стояли. В это время уже Иерусалим был со стенами. А он молится о стенах. Ну, чтобы не разрушили. Потому что в то время разрушали храмы. Он не говорит не разрушаться. Да созиждутся. То есть, они их нету. Да созиждутся. То есть, он заботится о строительстве. Как Гитлер говорил, к моим столпам, то есть, к офицерскому составу, да русские стены, русские солдаты. Весь мир бы завоевал. Что такое стены? О чем Давид молится? А вот вы не знаете. Знаете, Ефрем Сирин это говорит. Речь идет о священстве. Которые охраняют нас. Которые преподают нам так. Есть молитва Ефрема Сирина. Вот это вот Господи, владыка живота моего. Ну, 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 читайте. Я говорю, молитва Ефрема Сирина. Да, да, ну, прочитайте. Она коротенькая. Дальше. Господи, владыка живота моего. Дух праздности уныния. Любоначалия пронослое недаж тьми. Делается поклон. Дальше. Дальше. Дух же целомудрый, смиренно мудрый. Терпение любви. Даруй ми рабу твоему. Делается опять поклон. Ей, Господи, царю, даруй ми зрите мое прегрешение. Оставляйте ми брата моего. Яко благословен сего веки веков. Опять поклон. Потом все это повторяется и делается опять поклон. Вы его на память читаете или по бумажке? Где бумажка? Ну, я не знаю. Я спросил. А вот знаете, что тут упущено одно важное слово? И, Господи, царю не ведутся. О чем он пишет? Одно слово выпущено. А слово это исключительно важное. Его умышленно выбросили, не печатают. А в первоначальных молитвах оно всегда было. А люди даже не знают, что на этом есть слово. Оно говорит о главном грехе, которым больны священники. И они его, чтобы их не обличало, выбросили. Ну, начните первый поклон. До первого поклона. Просчитайте. Господи, Владыка, живота моего. Празднословие и сребролюбие. И сребролюбие. Там стояло везде. Да, они сребролюбие за копейку все продают. И они выбросили это слово. Его даже не печатают сейчас. Блин, а вам с вами интересно общаться? Ведь мы с вами нашли ведь общий язык. Видите как? Мы пришли сюда, чтобы людям возместить истину. Это Содом и Гоморра. Люди Бога не знают. Вот сегодня я так же нахожусь. Уже 89-й день, наверное. И только показался вот так. А мужчина сразу меня по имени назвал. Я говорю, а что дальше? А что дальше-то? Вы деревню строите. Потеряевка называется. Я говорю, правильно. А кто ты такой? Так а наша подстепная деревня, говорит, рядом находится. У нас православное, а у них прокуренное разрушается. А откуда? Ни откуда сижу на месте, я не ходил никуда. Нет, в смысле? Я имею в виду откуда, с какого города будете? Разговариваю. Где нахожусь? Нахожусь. Да. Город Барнавул, Алтайский край, Игнатий Лапкин. Я в Саратове. Вот. А если вы зарядите в Ютубе, в Освете Библии, наш Ютуб-канал, в Освете Библии Игнатий Лапкин, вы там найдете все. От воскресенья к нам прижили. Воскресенье вы были в Санаксарах? Везде были мы там, ездили. Когда-то у нас бесплатный билет был, мы работали в мостопоезде. Я хочу сказать, в воскресенье у нас отмечалось в 28-летие, как в начале дерева восстанавливать. И приехал митрополит местной Алтайской митрополии от патриархии. И вы зайдете на наш Ютуб, все увидите. Вот образец служения. Какая тишина, какой порядок. Священники. Во Освете Библии Игнатий Лапкин. Да? Вопрос просто не услышал последний. Я говорю, вы зайдите на наш Ютуб-канал, и вы там найдете сокровище. У нас 15500 роликов. Офигеть. Ни такого ни у кого нигде нет. Почему? Потому что у нас такие важные дела. Вот мне Господь, Бог позволил написать 38 томов книг. Я вел занятия одновременно в пяти университетах, три радиопрограммы. Это благодать Божия сделала так. И вот эти книги я решил подарить библиотеке мира. И мы проехали с Барнаула до Владивостока, а потом до Лиссабона, Португалия, Скандинавия, Прибалтика, Турция. Посетили 650 городовых сел. И везде дарили... А в Саратове были? Я сейчас не знаю. Третий год одна поездка была без меня. Может даже были. Во всех центральных библиотеках, в Москве, в библиотеке Ленина, парламентской, исторической, все 38 томов. Все они 38, это комплект. 750 евро стоит. А вот если зайдете на сайт, то на сайте я отвечаю, по милости Божией, на 4124 вопроса студентам, радиопрограммы, во всех отделах милиции, где вел занятия все эти годы, 13 школ. Вопросы, на которые никто не ответит, они не знают. Никто. Самые знаменитые батюшки. Я отвечаю по четырем параметрам. Что об этом говорит Библия? Люди пришли ко мне, вопрос задали. Они через меня хотят узнать ответ Божий. Второе. Что об этом сказали святые отцы церкви? Это ни один еретик сектант не назовет. Третье. Что об этом говорят жития святых? А это 1173 биографии. И что об этом говорят каноны церкви? 719 правил. На каждый вопрос. Вот книги эти вы можете зайти и почитать. Они находятся в интернете, как называют. Компьютерная версия. Во свете Библии Игнатий Лапкин. А хорошо, вы устав хорошо знаете? А еще бы нет. А зачем пьете? Вот все, как один, пьют или едят? Не надо ничего. Вот я на кафедре стою, у меня непрерывно, по два часа. Я в университете. Я ни разу не позволил себе, чтобы стакан поставили или воду. Этого нельзя делать. Ни один уважающий себя проповедник делать этого не будет. Потому что там генский огонь. А я буду заливаться здесь? Люди не понимают даже, а почему нельзя? Он все время жует и жует, как хомяки в норе. Вот такие щеки. Я молодой. Ну ладно. Сколько, какие уставы нужно знать? Говорите. Ну я вообще просто. Ну я просто отвечаю. Сегодня, даже вот Осипов, профессор, он не знает. Я даже не спрашивать не буду, я знаю, что он не знает. Сидит бритый в галстуке масонском. 719 действующих правил. Книга правил. Это 7 вселенских, 9 поместных соборов и 13 святых отцов. И добавим сюда. Из них ежедневно, умышленно в церкви нарушается 413 правил. 57 процентов под ногами валяется. Крестят неправильно. Ладошкой по голове за деньги. 50 правило апостольское гласит. А еще не три погружения. Крестящий, да будет извержен из сана. Откройте правило, посмотрите. Теперь берем 6 вселенский собор, 14-15 правило. В диаконы не раньше 25. Пресвятера священники не раньше 30 лет. А если кто будет раньше рукоположен, да будет извержен. А сегодня подряд таких молоденьких ставят, они ничего не знают. Да, есть такое. Сейчас уже в 20 лет священниками становятся. Ну вот знаю, став я или нет. А теперь толкование. Это патрология мини. Это 300 томов. Его никто не знает. Вот представьте себе, у нас в Российской Федерации разрушено, уничтожено 21 тысяча поселений. И мы единственные, которые взяли землю на православных, старинных, благочестивых обычаях, стали восстанавливать деревню. Первый разговор ведем тогда, когда человек докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. У вас голова ушла, только волосы видать. Кверху поднимите ее. А ушло. Вот так. И мы 28 лет уже строим. И сейчас воскресенье, мы отмечали 28-летие. Приехал архиерей со священниками. И вы зайдете, если на наш YouTube-канал, вы увидите. Такой красоты не увидите. У нас все по форме. Ни один в брюках не зайдет. Ни одного крашеного. Слева женщина, справа мужчина. Как приезжает архиерей. В Снаксарском монастыре так. Как говорите? В Снаксарском монастыре тоже так. Ну, это монастырь. Если женщина зайдет в короткой юбке, ее вообще, я не знаю, ее заставят, наверное, целую ночь на коленях стоять. Да никто не заставит. Этого нигде нет. Никто. Не заставит. Я сучу, конечно. Такого, конечно, нет. А у нас именно это по форме. Дресс-код такой. Два платка. Как на картинах Поленова, Сурикова, Репина. Мы ничего не придумываем. Как дети себя ведут. Как причащаются люди. В какой тишине. В какой порядок. Вот знаете, о чем могу даже сказать? Один из немногих, где я видел... Это вот Снаксаров, там читают канон на 14. Ну, 14 стихов, поняли, да, о чем я? А зачем? А зачем? Ну, как? Пусто, а вот так положено. На 14 и что? На 14 и что? Я слово 14 никуда не могу приложить, не пойму. Ну, вот у вас на сколько канон читается вечером, во время полилея? А что значит 14, это я не могу понять. Я подумал, на языках 14? А что значит 14 стихов? А что? 14 стихов. Я даже не пойму, как 14 стихов. Ну вот смотри, читается. Слава Господи, Святому Воскресенью Твоему и пошло. Пошло. Правильно? Так. Вот дальше великому ученику читается. А-а-а. Ну, что положено, то и считается. Мы ничего не придумываем. Нас иногда за это упрекают, дескать, у вас долго там то другое. Ну, как положено. В монастыре не обязаны ничего сокращать. А то вот в обычных храмах еще ладно. Потому что, как бы, никто столько не выстоит. Это еще можно понять. Я смотрю, тут пишут у нас отзывы идут, комментарии. Архиерея был, мне пришлось там слово говорить. Когда трапеза была, я первый поел и к владыке митрополиту обратился. Благословите, владыка, слово сказать. Он благословил, и я стал говорить. Это в интернете, вот на нашей первой странице есть. Очень важное. У нас по скайпу идут занятия три раза в неделю. Свой чат. Круг людей. Каждое утро идет молитва. По скайпу. Я лучше сам прочитаю, а тем по скайпу это шло. Я, знаете, может быть, слышали, я ходил четыре раза в крестный ход, а Саратов, Балаков, Вавилов, Дол. Вот это крестные ходы. Люди говорят, я ходил, то другое. А вопрос, зачем? Я эти дни посвятил Богу, я молился за спасение. Вы молились. Вот что не положено, или сказать, что Бог не заповедал, то делают. А что заповедал, не делают. Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Не крестным табуном ходите. Идите и проповедуйте. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Марко, 16 глава. А делают люди совсем не то, что требуется. А у нас так принято. А мы с благовестнической миссией проехали 120 тысяч километров. И везде были выступления. И мы все снимали. Я вот здесь 89-й день нахожусь. И нашли примерно полста человек, которые желают слышать. Зашли на наши ресурсы. Мы встречаемся. А так-то тут что? Тут Содом и Гаморра. Другого тут еще нет. А я для вас беспонтовый. Как? Я для вас беспонтовый? Да нет, нормальный. Только что ешь. А ты даже очень молодец. Я рад, что встретил вас. Из православных, вот так, чтобы знать. Да почти нету никого. Хорошо. Да благословит вас Господь. И память у вас хорошая. Да нет, меня просто мама приучила с детства. Я поэтому... Хорошая мама. Хорошая мама. Хорошая мама. Не знают ничего. Она пошла на небо, царство и небесное. Царство и небесное, да. В 2016 году она в храме цветы украшала. Вот. Она с вечницей работала. А цветы какие были? Искусственные? Искусственные. Не, настоящие. У нас был договор с цветочным магазином. Маму там, ну, от храма закупали. Какие цветы, натуральные или искусственные? Натуральные. Ну, икону украшать. Патриарх Алексей Первый Семанский выступил, говорил, чтобы никогда этих мертвых святов не было в храме. Да вы почему? Там прям губку вот эту вот зелененькую, поняли, да? Что зелененькая? Зелененькая губочка такая есть. Они, ну, водички они там как бы стоят. И всегда у нас с вазами стояли. У нас никогда их искусственные не было. Маму делал композицию цветов. Ну, если только натуральные. Вот патриарх Алексей Первый говорил об этом, что мертвые святые в храм даже не заносили. На кладбище как хотите. У нас есть очень известный старец, отец Николай Зимцов, протеерей, метрофорный, естественно. Да. Вот. Да. Он уже служит с 1957 года, представляете, 1957. Он уже, правда, толком, ну, редко уже, в основном, только исповедует. А сколько ему лет? Он с 1927 года. О-о-о-о. Вот ему уже по 90. Да, 92 года. Старый, конечно. Вот к нему даже приходишь на исповедь, да? Вот. Ну, ты как, вот приходишь, говоришь, кайф, тон, то, тон, да? Ну, не буду подробностей уж рассказывать. Вот. И он прям вот тебя перебивает и говорит, там, допустим, выпивал, ты так, знаешь, киваешь. Да. Ну. Вот. Потом, типа, там-то, там-то грешил. Да, понимаете, он уже насквозь видит человек. Да кого насквозь-то? Это к Николаю Гурьянову. Священник пришел в приемной, там сидит никак нету. И слышит, он говорит, эх ты, блудяка, блудишь где? А теперь пришел, пкается сюда. Он думает, он ему говорит, а он коту своему говорит, кот три дня не был, пришел. А он ему выговорит. А сам священник-то узнал и смеется сейчас. Ну, просто он к любому скажи. Пьешь – пью. Посты нарушаешь – нарушаю. Тут не надо быть никаким прозорливым. Если бы сказал так, исповедуя, ты Евангелие проповедуешь инославцам, инославным, мусульманам, евреям, и все. Если Евангелие не проповедует, человек не благовестует, не допускать его до причастия. Это то, что Господь заповедовал. У нас, кстати, СПДС, ну, Саратское православное духовное семинарие считается самой лучшей. Третья, по-моему, она в России считается. Как крестят-то? Мочением или полное погружение? У нас? Да, у вас. Полное погружение. А вы хорошо видели? Хорошо видели. Да. И взрослые, и мужчины, и женщины троекратно полностью под воду, чтобы ни одной волосинки не... У нас и большая купель есть, и детская, да. Но всех или нет? Или только кто будет требовать этого? Кто будет требовать этого? Всех. Не знаю. У нас архимандрит с этим делом строго. Мы где ехали, везде. В Москве везде. Город Воронеж. Во всем Воронеже ни одной не откупели. Нету. У нас идет крещение в озере, как воин Сынецкий говорил. И к нам отовсюду люди приезжают. К нам отовсюду люди приезжают. Ну ладно. Ну ладно. Вас как звать-то? Александр. Да благословит Господь. Берегите веру православную. Никуда не уклоняйтесь. Другой истины Бог нам не даст. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Не сидите просто так. Просидели, профукали. Два миллиарда мусульман. Вот теперь думайте. Никто не хотел проповедовать. Все монастырьские стены. Монастырей нету. Пустыни остались пустыми. А это бич Божий. Два миллиарда мусульман. Ну ладно, Александр. Все с Богом. Я бы с вами еще пообщался. Мне интересно. Общаться я вам говорю наши ресурсы. Если вы зайдете в скайп, в скайп, Игнатий Лапкин, я вам скину все наши ресурсы. Вот зайдите, запишите. В контакте вы есть? Что? Что? В социальных сетях есть вы? Ну у меня везде есть. Только там администрация работает. И фейсбук, и твиттер, и контакт, и живой журнал. То есть у нас везде есть. Но я бываю только в своем ютубе, свой форум, свой сайт и мейл.ру. У нас вот в моем мире только наших фотографий 22 тысячи 400. Там, где мы ездили, встречи с людьми, все абсолютно есть. Там никакой инстаграм. В инстаграме у нас есть, работают наши люди. Вот если по скайпу зайдете, я вам сразу скину материал. Только вы скажите, что в рулетке встречались. Что? Скажите, что в рулетке встречались. Если вы через скайп зайдете, меня Лапкин и Игнатий зарядите. Вы меня сразу найдете. Я один на весь интернет. С этой фамилией, с именем. Игнатий Лапкин. Запиши, забудешь. Потому что у вас сейчас вся кровь к желудку ушла. Да нет. Записали? Записали? Да. Ну вот. Если вы там зайдете, вопросы будут, можете задавать любые вопросы. У меня там в сайте вопросы, которые я студентам отвечал. Я одновременно вел занятия в пяти университетах, три радиопрограммы. У меня тысячи вопросов. Я тут отвечаю на 4124 вопроса. 55 папок. Это отдельно. Работа, семья, католицизм, мусульманство. И всегда по четырем параметрам. А иногда бывает так. Я студентам говорил. Кроме того, что я отвечаю по слову Божию. Ну я, кстати, могу похвастаться тем, что мы с женой в первый день повенчались. Ну вот, как только перед тем, как зарегистрироваться. Да, правильно сделали. Вот. Мы повенчались, и я в брак вступил девственникам. Ну вот так и надо заботиться, чтобы до брака себя сохранить в чистоте. А если мужчина или женщина познали каких-то других людей, все это будет сказываться на взаимоотношениях. И поправить уже ничего нельзя. К сожалению, у нас неудачная беременность была. Ну это дело Божье. Удачно, неудачно, это нам как судить? Может Господь знает, что ребенок будет такой-то, такой-то. И надо благодарить. Вот мы молимся, когда вот ежедневно. Три святое и сто поклонов. Семь раз в день. 118-й псалом. 118-й псалом. 164-й стих. Ежедневно прославляю тебя за суды правды твоей. За суды. За умершего ребенка. За Майдан. За все. Семикратно. Семь раз в день на молитву. Не считай утренне-вечернее. То есть в день не меньше тысячи поклонов должно быть. И тогда мысли в другом порядке будут. Нет, современную молодежь очень сложно этого заставить. Вы далеко от микрофона. Плохо слышно. Я говорю, современную молодежь не заставишь это делать. Ну правильно, не заставишь. Но обращаются, есть люди. У меня в прошлом году мы крестили мусульманина. Очень добрый человек приехал. Еврей в моем доме обратился. Сейчас батюшкой православным стал. Я вот когда шел по тюрьмам за слово Божие, пять тюрем пройти, сколько людей обратилось. Сегодня только подсчитывает и вообще не найдешь. Следователь обратился, принял крещение троекратное полное. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Ну что, Александр, давай отпускай меня. Почему? Все, заходи в скайп. Игнатий Лапкин. Да. В скайп. Заряди и сразу сейчас зайдешь, запиликает. Я вам отвечу. И скину вам свои ресурсы, огромные ресурсы. Там сняты государственные фильмы о нас. Государственные. Занявшие первое место на международном киноконкурсе. Второй фильм, первое место в России. А Веря... Мне как-то надо будет сказать, что я вас в чат-рулетке встретил. Да, ну скажите, в чат-рулетке. А если вы будете заходить к нам, на наш YouTube, то вы увидите, как мы с вами разговаривали. Все, вам понравится. Все понравится. Все понравится.